всем привет ребята добро пожаловать в новый влог на самом деле давненько влогов не было наверное больше месяца у нас все гости гостями гостили гостили и вот пока что у нас появилось окошко перед очередными гостями я думаю что пора снять влог ну что в принципе так глобально у нас ничего нового не произошло но влога давно не было и много есть чего рассказать поэтому приступим сегодня у меня в планах пока никита на работе навести порядок дома хочу сегодня сходить в спортзал позаниматься подкачаться ладно подкачаться не получится но хотя бы позаниматься немножко подвигаться потому что чувствую что у меня все такое знаете не в тонусе я какая-то такая плохо растянутая там что-то где-то потянусь что-то защимит надеюсь вам не мешает стук за окном потому что у нас до сих пор идет стройка и от этих строителей конечно я уже не могу высыпаться не могу их терпеть начинают они в 6 утра с понедельника по субботу воскресенье единственный день когда они не работают и не шумят после того как все наши гости поразъезжались а были одни на протяжении реально почти двух месяцев просто нон-стоп люди у нас менялись вот у меня какая-то такая лень какая-то такая моральная усталость появилась и я просто два дня лежала на диване смотрела какие-то видосики и все поняла что нельзя больше так продолжать сегодня поступаем к уборке после наших последних гостей я еще даже не убирала до сих пор стоит диван расправленный надо будет сегодня все это в стирку убрать диван застелить вообще привести квартиру в порядок запустить пылесос и пойти трениться зал я вас возьму с собой поэтому включая музычку и начинаю уборку как раз немножко разогрею мышцы перед спортзалом но и в спортзале потом тоже еще разогрею я по-быстрому прибралась кстати заняло это у меня совсем мало времени и вы тут особо выбирать нечего было судомойку загрузила стирку первую загрузила одежду там походила по собирала по всей квартире это строители и в принципе можно запускать пылесос и ждать пока он попылесосит я предпочитаю не уходить с квартиры когда пылесосит пылесос потому что если у нас такие моменты по квартире где лежат провода как бы они так подвязаны чтобы наш пылесос их не заживал но все равно иногда бывает что-то там где-то случайно какой-то щеточкой подцепит и может тонкий провод заживать и ладно если он сразу поймет что он заживал и остановится а бывает так что настолько маленький проводок что начинает ехать и может потянуть его за собой и тут начнется падать поэтому я предпочитаю когда пылесос сидеть дома за ним наблюдать чтобы если вдруг где-то он застрял чтобы ему помочь выехать вот поэтому сейчас мы и запустим наш пылесос у нас отдыхает в спальне интенсивная уборка начать обычно видите он за 42 минуты убирается собралась я в спортзал и честно говоря у меня какой-то мандраж что-то я так боюсь не знаю сыпую немного идти если там будет много людей я не пойду хорошо что у нас на стеклянная дверь я подойду посмотрю если там реально будет много людей я не пойду потому что у меня какой-то вот именно страх не знаю как будто меня судят как-то я не знаю только странное чувство потому что я особо упражнение делать правильно тем более не умею вообще давно давно была в спортзале и не сказать что я вообще любитель спорта и я приду и я понимаю что я и так скорее всего хоть я там столько видео посмотрела как правильно делать упражнение все равно не буду делать их правильно не будет у меня получаться как-то и мне вот из-за этого как-то так типа стрёмно что я буду смущаться еще больше и фигово делать это все но посмотрим пойти пойду схожу на разведку посмотрю вообще проверили работает ли у нас карточка до сих пор от от спортзала иду я как бы будний день 2 на 12 2 часа дня и я надеюсь что людей будет немного потому что как бы будний день и два часа дня все должны работать поэтому идем с вами вдвоем так не прикольно что вы мне положить то некуда у меня тут есть такие карманчики по бокам в леггинсах но это не совсем удобно хотя слушайте но так сбоку телефон хорошо вошел возьму ключи возьму камеру и возьму вот такую карточку иду через подземную парковку потому что сам спортзал он находится в соседнем подъезде и чтоб не выходить на улицу решила через подземную парковку явлен точно уже не помню куда идти помню что надо по диагонали вот примерно стараясь идти по диагонали надеюсь попаду в нужный подъезд потому что у нас вообще как бы 4 подъезда так они квадратом и надеюсь я попаду в правильный там нужно будет по моему на первый этаж и заехать и сразу там спортзал посмотрим тут так хорошо тут так прохладно блин дома капец жара конечно так давно в этом лифте не ездила мы раньше в этом подъезде жили я уже здесь ну больше года не было ну что вроде пусто фу пустой спортзал а слушайте все занятием быть никого нет буду себе заниматься он мне кажется или тут даже подбавили побольше стало всяких штучек ладно так то что я смотрела видео сейчас буду пытаться это все воплотить обещайте сильно не смеяться первым делом это разминка впечатление ну слушайте в принципе было неплохо до момента пока не пришли люди реально я буквально сделала пару таких маленьких упражнений типа разминочки пришел какой-то мужичок но меня это не смутило потому что он шел в такую в отдельную комнатку видимо разогреваться там все прыгал на скакалке а потом пришла женщина и прям возле меня все терлось и знаете я такая беру себе маленькие эти грузы там ну типа по два с половиной килограмма она приходит такие по 30 берет и такая да типа там у него уже как-то не по себе так немножко стало я еще пару упражнений сделала решила пойти и сдачить на беговую дорожку подошла на беговые дорожки не знаю работают они сейчас не работают потому что видела на группах что вы писали что что-то беговыми дорожками не так было но там буквально месяца два назад было возможно починили я на одну беговую дорожку просто на гусь нажимаю старт она молчит и такая так розетку типа включена но самой кнопки включения беговой дорожки не работает я думаю значит наверное есть еще вы знаете как у удлинителей такая красная кнопка которая отвечает за включение типа питания я вокруг этой дорожки как какой-то дурачок хожу эта баба как-то так наверно краем глаза на меня смотрела я не нашла как она включается я думаю ладно пойду на вторую захожу на вторую беговую дорожку тоже нажимаю на эту кнопку включения что вы думаете она тоже не включается я такая блин ну типа все я на этом таком я так стыдно стало что я типа не могу эту беговую дорожку включить пошла такая отошла в сторонку такая постояла подумала как ее можно включить со стороны так посмотрела ну типа нету никаких но покидка как включается походила походил потому что тот мужичок вышел со скакалки тоже пошел заниматься я такая ладно пойду домой короче не знаю было я там сколько ну примерно полчаса сказать что я устала как бы нет да вспотела типа мокренькая была там упражнения поделала вряд ли мне конечно ноги будут болеть или там руки после упражнений но на разведку сходила можно попробовать следующий раз пойти не в два часа а в час 30 может тогда еще людей не будет не знаю ну в общем вот такие вот у меня приключения все я в душ потому что жарко еще дома так душно и как выйду нужно будет уже готовить обед никита приходит где-то в шесть нет в пять никита приходит в пять и вот к пяти мне нужно приготовить супчик я уже успела сходить в душ так хорошо после душа когда вы ходите такие чуть-чуть еще влажненькие и чуть-чуть ветерок у меня был балкон открыт вообще такой балдеж так камера вроде как-то ровно стоит надеюсь нормально видно стирка достиралась первая стирается у меня где-то наверное часа три сейчас повешиваю эту одежду или нужно будет закинуть следующую не знаю либо цветной либо белая смотрю чего больше той закину вот поставила готовится уже на мясо ребрышки они вкусно пахнут я уже так есть хочу и сегодня еще особо так не ела я утром чай попила с печеньками и так в принципе больше не ела и не завтракала уже три часа и хотела рассказать мы вчера ездили на море с никитой была жара позавчера вообще духа так было вчера еще более-менее но никита уже как-то настроился на море мы решили съездить ненадолго буквально там на часок приехать поплавать посидеть как бы не загорать не валяться полдня на пляже нам не хотелось во-первых загорать мы не любим во-вторых не хотелось тратить слишком много времени на это все и мы поехали в воду где-то часок там побыли поплавали море конечно такое не самое чистое было знаете в начале лета очень много было разных видео новостей про акулы в разных там странах и мне кто-то типа узнать не сильно интересно то было ну типа акулы да понятно окей я их не боялась ничего но этим летом я плавала два раза всего лишь и вот два раза у меня какая-то такая небольшая паника присутствовала я так думала интересно в Балтийском море тоже есть какие-то акулы и сегодня я решила ради интереса проверить в интернете какие акулы водятся в Балтийском море начала читать там знаете написано что вообще-то аж 30 видов акул я такая ого ничего себе ну типа мне сразу так стрёмненько стало и написано что в принципе они безобидные они такие знаете мелких рыбок едят а потом я прочитала что есть какая-то акула которая вырастает до 3 метров в длину и тогда им осталось что не знаю буду я после этого ну скорее всего буду плавать в море но все равно что-то как-то знаете в этом году был такой бум с этими акулами что они нападали на людей в разных странах ну в Польше я не слышала ничего такого может действительно здесь какие-то прям такие маленькие которые боятся людей но в интернете так и было и написано что эти акулы они боятся людей больше чем людей может поэтому они как-то там не подплывали не знаю но все равно сам факт того что бы я теперь знаю что Балтийском море точно водятся акулы меня это конечно знаете не успокаивает совсем смотрите кого я встретила шла-шла и случайно встретила нашла на улице да это вы откуда молодые человеки дети я сработаю я рабочий человек грустный а ты веселая дома счастливая домохозяйка сходили в магазин Никита написал когда подъехал купили картошку потому что я сегодня все дочистила и взяли две целые пачки молока мы что-то в последнее время так потели на жареную картошку с молоком очень вкусно она как бы всегда была вкусна но мы как-то особо дома не готовили хотя в детстве я помню частенько типа ел такое и тут что-то мы последние пару деньков делаем и так вкусно залетаем вкусно а я еще сосисочку нагрели такое вредное масляное самое то у тебя далеко ключи у меня как бы вот здесь только надо чтоб тогда ты мне помог достать вот так что идем домой я уже суп приготовила когда выходила я поставила его в таймер на плите на 15 минут а хата уже сгорела да получается нет не сгорела я там на двоечку поставила чтобы он ну типа еще вкуснее стал короче придем и ты хочешь прямо сейчас кушать или ты хочешь дождаться 18.30 подождем наверное чуть-чуть потому что я только завтракала печеньем и чаем мы можем сейчас там на вкусе я очень хочу есть там еще так и пахнет вкусно ребята я только что вернулась в магазин а знаете почему а не потому что мы забыли что-то купить и потому что захотелось очень сильно кока-колы и я пошла и купила кока-колу так не хотелось из дома выходить но вот сейчас этот глоток не знаю слышно было или нет никита меня зовет смотреть смешные видео нарезкой это из тиктока или нет все сейчас иду прощаюсь с вами глоток за вас обожаю кока-колу всем хорошего дня вечера ночи всем спасибо за просмотр и всем пока Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok